Праздную годовщину Dell EMC. Какое, может быть, самое интересное, самое большое, значительное достижение компании, на ваш взгляд, стоило бы отметить? Да, спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этом интервью. Знаете, я представляю Санкт-Петербургский центр разработок, мы занимаемся разработкой, и я не могу выделить какого-то одного большого события, которое бы случилось за этот год. Для нас, для нашего центра, это было, безусловно, десятилетие центра в Санкт-Петербурге, потому что мы в июне месяце как раз вот совсем недавно отметили десятилетие присутствия в России, присутствие в Санкт-Петербурге, и я думаю, что, наверное, наиболее важное, что случилось, это то, что мы прошли легко, без больших проблем и с большими достижениями вот первый год интеграции двух компаний, я думаю, что это самое важное. И вот что бы вы могли, наверное, сказать или пожелать вот клиентам и партнерам компании? Я бы пожелал клиентам и партнерам компании немножко пересмотреть свой взгляд на компанию, потому что теперь это единая компания, это не две разных компаний, это единая компания, она уже почти синтегрировалась, еще предстоит кое-что сделать, и теперь мы представляем полную линейку всевозможных продуктов и решений, то есть это не просто устройство хранения со стороны EMC, не просто сервера, ноутбуки и так далее со стороны Dell, а это компания, которая способна предоставить полное решение, включая сервисы, включая разнообразные продукты, включая поддержку и тому подобное. Вот посмотрите как бы немножко с другой стороны, и это, думаю, вот такой взгляд будет полезен как нашей компании, так, разумеется, нашим заказчикам. EMC, ну и может быть тогда такой вопрос немножко офф-трек, не могли бы вы, может быть, сказать, какой-нибудь самые интересные тренды, которые вот сейчас вот на ваш взгляд, вот куда все движется, все говорят о digital transformation, действительно, вот может быть вы могли бы отметить, может быть, что-то вот такое интересное? EMC, ну да, я тут как бы ничего нового не скажу, действительно цифровая трансформация это очень важная вещь, я бы ее не стал упрощать, потому что с моей персональной точки зрения еще очень-очень много чего нужно сделать. Мы видим как бы красивый взгляд в будущее, да, и все как бы все красиво и хорошо, но надо понимать, что это путь, путь достаточно длинный, непростой, он, безусловно, будет пройден, он потребует времени и усилий. Это путь как для наших заказчиков, так и для нашей компании, безусловно. Хорошо сегодня было отмечено вот в основном выступлении, что разные индустрии, разные вертикали по-разному готовы к цифровой трансформации. Одни лучше, другие хуже, просто в силу специфики бизнеса, да. Вот, я думаю, что тут очень важно подходить к вопросу трансформации индивидуально, с учетом, так сказать, специфики и особенностей конкретной компании. Я бы пожелал нашим партнерам, заказчикам, продвигаться по этому пути быстро, но при этом осторожно и осмысленно. Спасибо вам большое. Хорошего. Спасибо. Если хотите, можно добавить вопрос еще про, так как вы работаете со студентами, со школьниками, в целом, что бы вы не хотели пожелать, да, как вы видите изменения, то есть сейчас же тема такая вот. Давайте, давайте. Именно технического образования, цифровизация, то есть ваше пожелание там положить в настоящем уровне студентов. Так, хорошо, тогда не могли бы вы тоже, вот раз уж мы говорим о пожеланиях, да, что бы вы могли пожелать студентам, которые действительно, вот ребята, которые интересуются диджиталом, которые интересуются технологией, может быть, какое-нибудь напутственное слово? Ну, для начала скажу, что наша компания, в частности, центр в Санкт-Петербурге, очень тесно работает как с университетами, со студентами, так и с теми людьми, которых мы называем профессиональным сообществом, да. И, безусловно, вот тот путь, который нам нужно пройти в сторону цифровой трансформации, он невозможен без людей, которые все это будут делать. Люди должны воспринять новые технологии, должны ими овладеть, это не так просто сделать. И, естественно, это проще сделать молодым людям, которые только вступают свою, так сказать, на свой трудовой путь. Конечно, и другие люди тоже в этом опытные принимают участие, но, конечно, будущее за молодежью. Что бы я посоветовал? Я бы, наверное, посоветовал изучать новые тренды, попытаться угадать будущее. Если мы посмотрим на успешных предпринимателей, которые на слуху, там, Илон Маск, еще кто-нибудь, мы видим, что они во многом предугадывают намного раньше других то, куда будет развиваться та или иная отрасль промышленности. И выигрывает именно тот, кому удастся поставить на ту лошадь, которая явно потом победит. Вот я бы пожелал нашей молодежи как раз создавать у себя в голове, вокруг себя понимание индустрии, понимание новых технологий с тем, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте. В этом секрет успехов.